Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбола Та Жизнь и мы продолжаем нашу карьеру за зимой. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал R&D. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения и летсплеи на ютубе, буду рада всех там увидеть. Ну и также мы продолжаем наш марафон видеороликов, как только под этим роликом вы набираете 10 лайков, я сразу же выкладываю следующий, так что дерзайте. Ну что же, давайте сегодня пробежимся по расписанию, посмотрим с кем нам предстоит играть. У нас начинается, так сказать, месяц уже ноябрь, играем против Тульского Арсенала на выезде, домашняя игра против Венербахче в Лиге Чемпионов, домашняя в чемпионате против Краснодара и также выездная против Ростова. То есть команды такие хорошие, середнячки, но вот Краснодар, кстати, третье место все-таки. Поэтому посмотрим, играем сейчас против Тульского Арсенала, через 4 дня у нас игра в Лиге Чемпионов, поэтому состав немножечко мы видоизменим. Ну и вот таким составом мы выйдем против Тульского Арсенала. Все, выезжаем в Тулу, поехали. Итак, Арсенал Арена, Тульский Арсенал принимает сегодня Санкт-Петербургский Зенит в рамках Чемпионата России. Поехали. Очень хорошая передача на Сердара Азмуна пошла. И замечательно. Сейчас Азмун просто рисковал получить травму и в последний момент отдает голевую передачу на Федора Чалова. И мы выходим вперед, 22-ая минута, 1-0. И Чалов забивает второй. Дубль за 39 минут забивает Федор Чалов. И забиваем третий. Гринвуд прям до конца прошелся с мячом. Дошел уже практически до вратаря и в упор его расстрелял. 90-ая минута. Громим Тульский Арсенал на выезде 3-0. И все, финальный сесток 3-0. Зенит обыграл Тульский Арсенал на выезде в рамках Чемпионата России. Замечательная победа, ребята, молодцы. Дубль Федора Чалова и 1 гол от Гринвуда. Ну и Чалов стал игроком матча. После 8-го тура мы все так же на первом месте. Лидируем теперь уже в 7 очков над Спартаком. Так, ну все-таки Фила Фодона согласна купить Шеффилд за 20,5 миллионов. Поэтому мы принимаем. Все замечательно. И сейчас будем смотреть, что мы можем на его, и кого на его позицию можем мы купить. Примерно здесь деньжата должно сейчас нам хватить по зарплатному бюджету. Я не знаю, если сейчас что-нибудь додобавится. Вот. Так, надо сейчас посмотреть по настройкам. Здесь же, да, у меня все в зарплатный бюджет должно прийти. Поэтому все, мне кажется, до как раз декабря. У нас вот и Фодон ушел. Прогрессирует Паласиус, кстати. Вообще замечательно. Ну и в сборном месте попал Азмуна Семьен. По тренировкам плюс один к рейтингу добавил Джеймс. Клюверт, Мерит. Ну и все. Итого уже у Клюверта 88 рейтинг. Вообще шикарно. Вот. Ну и поэтому, мне кажется, до 1 января мы найдем деньги именно на зарплату Федерико Вальверде. Поэтому как-то так. Сейчас у нас Лига Чемпионов играем против Фенербахче. Самым стартовым составом я своим хочу выйти. Ну и все. Вот таким вот мы и выйдем. Который сейчас на ваших экранах без изменений. Зенит, Фенербахче. Поехали. Итак, Газпром-арена. Зенит принимает Фенербахче в рамках четвертого тура Лиги Чемпионов. Посмотрим, что сегодня из нас получится. Первый матч против этой команды в третьем туре Лиги Чемпионов закончится в ничью 0-0. Поэтому сейчас будет интересно посмотреть, готовы ли команды все-таки начинать открывать счет в этом противостоянии. И забивает Джезус. Шикарный гол. Парашютиком отправил в дальний угол ворот. 17-ая минута. И это 1-0. И 2-0. Классно сейчас здесь в стеночку так осеньен отыгрался с Габриэлем Джейсом. И 2-0. И 3-0. К перерыву мы уже громим Фенербахче. Дубль забивает Виктор Осеньен. Ну и сейчас вроде как Голливуд на него отдал Малком. И Осеньен забивает Хэп-трик. 62-ая минута. Счет уже 4-0. Ну и все супер. И все. Финальный свисток. 4-0. Зенит разгромил Фенербахче в четвертом туре Лиги Чемпионов. Ну вот обидно, что парочку голов не мог Зенит забить в прошлом матче. Но все-таки Осеньен 8-5 оценку получает. Ну и после четвертого тура мы все так же на второй строчке. Реал уже его вряд ли кто-то догонит. Потому что, ну, даже если мы их обыграем, все равно будут они на первом месте. Идут пока что замечательно. 4 из 4 у них побед. Итак, Малкома хотят купить в Интер ровно по рыночной его стоимости. Мы отклоняем это предложение. Так, нам предлагают сейчас работу в Рубин-Казань. Я не знаю зачем. Почему именно там? Почему не в Спартак они идут сейчас на второй строчке? Странно, конечно. Но сейчас у нас две южные команды. Краснодар и Ростов. Ну и поехали. Первая у нас домашняя игра. Я посмотрел с Ростовом тоже. Нет, с Ростовом выездная. Ну и Ростов где-то идет там внизу. Но вот все-таки Краснодар. Команда повыше. Там идут на какой-то, я не помню, то ли пятой строчке, то ли где-то там примерно. Поэтому снова сегодня выпускают двух центральных полузащитников безопорного. Ну и вот таким составом мы выйдем на матч Зенит-Краснодар. Поехали. Итак, Газпром-арена. Зенит принимает Краснодар в рамках чемпионата России. Поехали. И какой гол от Паласиус, а. Десятая минута и просто пушечкой из-за штрафной наш аргентинец забивает. И все. Финальный сысток. Минимальная домашняя победа Зенита в рамках чемпионата России над Краснодаром. Паласиус шикарным дальним ударом забил. Вывел нас вперед. И установил окончательный счет в этом матче. 75 у него оценка. После девятого тура мы все так же на первом месте лидируем в 7 очков над Спартаком. Так, нам нашли еще одного центрального полузащитника. На этот раз это Бруно Фернандеш. Но он атакующий полузащитник и, кстати, уже в Тоттенхэме играет. Так, ну у нас последняя сейчас игра. А в сегодняшнем выпуске перед Лигой чемпионов я, наверное, все-таки выпущу какой-нибудь второй состав. Дам отдохнуть ключевым игрокам. Ну все, вот таким составом мы выходим на сегодняшний матч. Маркиниус, Паласиус и Малком с пиковой формой. Поэтому я их просто не стал убирать из состава. Ростов-Зенит. Поехали. Итак, Ростов-Арена. Ростов-Зенит. Чемпионат России. Поехали. И Дрюйси выводит нас вперед. 23-я минута. И это 1-0. И Азмун делает счет 2-0. 48-я минута. Сосжу вышли после перерыва. И забили. Молодцы, ребята. И Чалов делает счет 3-0. 59-я минута. Мы снова в российской премьер-лиге громим соперника. Это было в начале. Мы разгромили Тульский Арсенал. И вот теперь снова на выезде громим очередную команду. На выезде, получается, мы как-то лучше играем, чем дома. И все. Финальный свисток. Зенит разгромил. Ростов на выезде. Дрюйси и Азмун и Чалов забили по одному мячу. Ну и лучшим игроком стал Сердар Азмун. Его оценка 7-5. Ну и после 10-го тура мы все так же на первом месте лидируем в 7 очков над Спартаком. Ну и на этом все, ребят. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол. Это Жить. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Продолжение следует.